А как вы думаете, были какие-то мальчишки в фашистской Германии, которые... Конечно, были, конечно. Я смотрела фильм, там фильм про мальчика, у которого воображаемый друг, это Гитлер. И поэтому он ходит по улицам и кидает всем свастику. Нет, я говорю, как вы думаете, немцы должны были, каждый из немцев, взять ответственность за то, что совершил Гитлер? Нет, потому что... 58 миллионов. Вы во время Великой войны в Германии... Какой Великой войны, извиняюсь. Ну, во время Второй Великой войны. Почему Великой? А почему они Великой? А кто назвал ее Великой Второй Мировой? Ой, Второй Мировой, все правильно. Ну, хорошо, я ошибся. Во время Второй Мировой войны в Германии очень много людей были против того, что происходит. Да, было 42 попытки убийства Гитлера, они зафиксированы, люди... Да, но там все было намного жестче. Да, но нету никаких попыток убийства Путина. Тут пишет человек, Алена, он совсем ребенок. А что комментатор хотел этим послать? Я просто к чему клоню, что немцы должны были взять ответственность за Гитлера, каждый из немцев. Даже те, которые там были, они так или иначе, вот до конца своей жизни, как горб, вот как горб сзади. Вот представьте, что теперь у вас, вы москвич, вы хотите пожить где-то в других странах, посмотреть, где он нравится, но у вас сзади будет всегда горб. Это напоминание того, что вы жили в России, платили налоги, ходили в школу, ходили на дороге облавном. Меня это никак не будет волновать, потому что... Будет. Придет время, и вы поймете, что горб не спрячешь. Ваш русский, российский паспорт тоже не спрячешь. Ваш акцент российский тоже не спрячешь. И каждый раз, когда будете знакомиться с людьми на улице, вам будет стыдно говорить, что вы из России. Придет время, когда вы перестанете даже это говорить. Будет сытно говорить, что из России. Это не так. Я люблю Россию. России больше нет. Осталось только Путин везде. Чтобы вынуть Путина из России, придется из каждой головы вынуть мозги. Потому что сейчас в каждой голове сидит Путин. После Путина останутся миллионы Путина. У меня в голове он не сидит. После Путина в России останутся миллионы Путинов. Подумайте, пожалуйста, своими словами. Роберт, я не буду брать вас в эфир. Вы та звездочка, которая не загорелась. В людях останется часть Путина. Но просто, наверное, эти люди, они думают, что это правильно. Но кто-то, например, все равно сейчас думает, что это неправильно. И это факт. Так происходит всегда и везде. Как вы зовут? Вы сказали, Максима зовут? Меня зовут Максим. Максим, скажите, представьте, что перед вами сидит мальчик без ног. И он украинец. Инвалид. Да, ему какой-то из ваших московских мобилизированных оторвал ногу. Оторвал ноги. Вот что вы ему скажете? Скажите, я вот мальчик из Москвы. Вам не стыдно разговаривать с ним? С мальчиком? Да, вот кому-то рвало ноги одним из ваших московских. Конечно, нет. Конечно, нет. Я... А что вы ему скажете? У него больше нет ног. Вот у вас есть мальчик? Да, с ним такое случилось. Ну, это же ваша ответственность за ваш мобилизированный. Он ходил в школу, он шел в школу и был прилет прямо на пешеходном переходе. Почему это не вы? Конечно же, это вы. Ну, я даже не знала этого мальчика. Если бы это был мальчик, который... Ну, открывайте телеграм-каналы чаще, и вы увидите очень много мальчиков. Я не... Погибших только 500 человек. Погибших. Конечно, везде есть погибшие люди. Нет, не погибших, у нас ответственность именно от вас. Если вот завтра война продолжится, погибнет еще один ребенок. Сегодня погиб беременный ребенок, который в маме был, в животике. Вы же не можете так легко... Вы считаете, что я должен отвечать за людей? Да, вся страна идет вместе. Это как чемодан. Вот Путин и его говно, и все вы вместе в одном чемодане, пока война не закончится. А потом очень много лет репараций. И вы конкретно, Максим, тоже будете платить репарации. Вы конкретно, Максим, будете платить репарации. И ваши дети тоже будут платить репарации. Это я и говорю, горд. Конкретно я говно? Вы в этом чемодане. Вы в этом чемодане. Вы же не выехали из страны. Ваша мама не забрала вас оттуда. Куча людей свалила. Прямо 24-го и лютого свалили люди. 25-го... Вы не знаете, сколько выехал людей прямо в феврале? Вот 24-го автобусы шли, автобусы, самолеты летели. Вы не выезжайте. Вы сидите... Есть мои ровесники, мои ровесники. Извините, что я вас перебила сейчас. Я хочу продолжить разговор. Есть мои ровесники, которые... Слово репарации. Знаете, что такое репарации? Вы понимаете, что вы будете их платить? Это часть этого горба. Это часть финансовой нагрузки, психологической нагрузки. Об этом будут слагаться песни. Вы открывать будете книжку, и будет написано Ёбаная русня. Вы будете ходить на церковь, и вам будут говорить, что Боженька сделал так, что вы виноваты теперь. Вы будете включать какого-нибудь газмана, ну какого-то другого газмана, и он будет петь мои мысли, мои скакуны, там это Ёбаная русня. У вас этот имидж, что вы... Такое уже есть. Такое уже есть. Да, если вы пойдете, например, в Египте, где-нибудь в кафе, вам какой-нибудь официант плюнет в чашку. Ну как бы это нехорошо, но он плюнет. На самом деле, мы отдыхали в Египте прошлой осенью. Там вообще-то много русских, и там любят их. Ну, вы меня поняли, да? Вы понимаете, с чем я говорю? Я не знаю, что вы, но вы меня поняли. Вы понимаете, с чем я говорю, что репарации... Ну вы же будете платить репарации, вы же будете отстраивать Украину, даже если вы себя считаете, что вы не оторвали ногу этого ребенка. Нет, конкретно я не буду. А как вы думаете, репарации, что это должно пойти самостоятельно отнести денежку в какое-то в окошко? Это будет сниматься с вашей зарплаты. Вот каждый раз, когда вы покупаете клубнику, она будет стоить на 200 рублей дороже. Вот и все. Вместо 400, она будет стоить 600. Ваша зарплата будет, наоборот, на 200 рублей ниже, или на 1000 рублей ниже. Вот каждый ваш вздох и выдох вы будете больше платить и меньше получать. Это и есть репарация. Это не то, что выбор будет, хочу ли я платить или не хочу, хороший я москвич, нехороший. Вот если вы остаетесь там жить, вы платите до конца вашей жизни. Сколько вы там проживете? 50-50 лет? 20 лет-20 лет? Некоторые живут, но они даже не обращают внимания на то, что происходит в мире, потому что они не хотят об этом думать. Им очень тяжело это воспринимать. Они не понимают... Вы репарации поняли, что вы будете платить? Да, я поняла, но... А за словом репарации идет еще, почему я плачу? Это будет введено в учебники, что Россия напала, Россия была агрессором. Россия убывала, пытала. Откуда такой менталитет? Почему люди не выходили на улицы? Почему люди молчали? Почему люди не сменяли власть? И ваш ребенок потом спросит, папа, а как же так? Почему я родился в стране агрессор? Вы же понимаете, что на территории нашей страны... Я не понимаю. Я не понимаю. Зачем нужны 140 миллионов, если вы не можете одного таракана снять? Вы Чуковского читали? Двери задрожали, в обморок упали. И слониха вся дрожа, так и села на ежа. Я думаю, зачем слониха садится на ежа, когда тарапана она даже не видит? Ну, смотрите, слона и таракана. В Москве сколько миллионов? 15 миллионов сидит. Вы смеетесь? Если бы в Москве нужно было снять власть, вы бы вышли. Вы видели Пуч? Вы видели Пуч? Нет? Пуч видели? Вам показать Пуч? В 91-м году был... Пуч у вас в Москве были танки. Вы сняли Горбачева как? Ну, я никого не снимала. Вы видели... Вы видели... Вы видели... Вы видели... Вы видели смену власти? Горбак... Как Ельсин пришел к власти? Видели? Я тогда даже не родилась. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Я не говорю, что я могу открыть в Ютубе и посмотреть Пуч. Танки на Красной площади. Я знаю, что... Это можно повторить? Это можно повторить? Это можно повторить? Если вы это сделали раз... Вы царя убили сто лет назад. Вы царя убили. Это можно повторить? Вы можете убить... Это сделали конкретные люди. Я говорю, если вы убили того царя, убейте этого. Если вы сняли того президента, снимите это. Вы это все уже делали. Кто мы? Россияне. Я про россиян говорю, про Москву. Есть такие люди, Которые реально хотят это сделать Ну, пожалуйста, я говорю, ну вы этого не сделали Если вы, например, пришли Не знаю, мама приходит домой Говорит, там, Максим, ты сделал домашнюю работу? А вы говорите, я ее делал Она говорит, ты сделал или не сделал? Завтра идти на эту школу Работа должна быть сделана Ну вот, так получается, вы должны сделать это А не говорить, как это сделать Ну, сделайте это Это вопрос жизни и смерти ваших будущих поколений России будущего Ну что сделать? Вы говорите так прямолинейно Максим, прямолинейно Все, я же не бесконечная Бенни, я вас слушаю